Начало сезона – время больших ожиданий. Обыграв с Лонем в дебютном туре, красно-черные обнадежили болельщиков, главная радость которых – видеть любимую команду, квалифицировавшуюся в высшую лигу по итогам этого сезона. От первой домашней встречи поклонники ждали многого. На то был повод. В соперниках один из аутсайдеров первой лиги, юношей из АБФФ Ю-17. Естественно, болеем за нашего Белшино, ожидаем, что наша Белшина выиграет. Сколько голов примерно ожидает? 3-0. По сегодняшней игре, думаю, счет будет 3-0 в пользу Белшины. Хватит нам лифтовать, а надо просто жить и играть. Стартовый свисток и поехали. С самого начала хозяева подбинали под себя территорию, как бы говоря сопернику – это наше поле. Мы сегодня фавориты и мы победим. Без всяких преувеличений можно сказать, что шуиники контролировали игру весь матч. Однако реализация моментов осталась печальной тенденцией с прошлой встречи. Большое количество ударов не помогало мячу оказаться в сетке. И лишь во втором тайме, на 49-й минуте, защитнику Игорю Тыманюку удалось отличиться голым головой после подачи углового. Несмотря на неоправданное ожидание по забитым голам, вряд ли кто-то из болельщиков остался разочарованным. При всем опыте игроков Белшины, ребята из сборной АБФФ показали свою стойкость. Именно на фокусировке и невозможности недооценки противника заострял внимание главный тренер Бобруйской команды Михаил Мартинович, который также остался доволен результатом. Ребята вообще молодцы сегодня, провели достаточно интенсивный матч, нанесли достаточное количество ударов в ворота, создавали очень много опасных ситуаций. В принципе, если так даже на скидку брать без анализа, то, по-моему, у нас ни одного удара в свор в наши ворот не было. То есть вся команда отработала здорово. Как бы это ни было иронично, но после двух побед в стартовых турах, из-за штрафных санкций красно-черные имеют в своем активе лишь одно очко. Однако уверенная игра команды и умение добиваться желаемого говорит о вероятном достижении поставленных на сезон целей. Роман Костюков, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.